Наверняка жители и гости республиканской столицы заметили, какие масштабные работы проводятся на территории так называемого Бульвара Чернобыльцев, расположенного на пересечении проспекта Ленина и переулка Одесский. Это место в ближайшее время должно стать еще одним красивым уголком Черкеска. После кардинальной реконструкции всей парковой зоны там планируется установить новый памятник, посвященный ушедшим из жизни жителям Карачаева Черкесии, ликвидаторам последствий взрыва Чернобыльской АЭС. О реконструкции Бульвара Чернобыльцев мы планировали подробно рассказать чуть позже, когда проводимые работы должны были достигнуть завершающей стадии. Тогда и жители республиканской столицы смогли бы в полной мере оценить масштаб проведенных работ. Но, к сожалению, к теме реконструкции парка приходится обратиться сегодня. И повод не совсем приятный. Сотрудники предприятия «Зеленстрой» из города Армавира, которые были привлечены мэрией Черкеска, специально для озеленения данной территории сообщили, что уже не раз сталкиваются с беспрецедентными случаями воровства. Так не успели они 20 мая высадить на аллее 12 декоративных туй. На следующее утро после проведенных работ одна из туй бесследно исчезла. И это уже не первый подобный случай в нашем городе. В прошлом году были зафиксированы случаи воровства деревьев, хвойных растений, цветов и малых архитектурных форм. Воровали в Покровском парке при его реконструкции. Воруют сейчас на Зеленом острове. В общем, по всему городу. В Центральном парке у нас было несколько случаев таких же. На Первомайской улице у нас тоже были случаи зафиксированы неоднократно. Сразу после посадки выкапывают растения. Вот, пожалуйста, уважаемые граждане, жители города Черкесской, гости столицы, уважайте труд людей, которые трудятся для вас. Стоит отметить, что для благоустройства аллеи чернобыльцев были выкорчеваны старые деревья и кустарники, произведена обрезка оставшихся деревьев. Сотрудники предприятия «Зеленстрой» в самом ближайшем времени высадят здесь еще 25 крупных декоративных насаждений. Парк украсят, клёны красные, астролистные и кустарники магнолий. Кроме того, здесь появится множество декоративных клумб с цветами. Ну а теперь же, во избежание очередных случаев воровства, на время проведения реконструкции на аллее будет организовано круглосуточное дежурство. А по завершению работ планируется установить видеокамеры. Продолжение следует...